Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. В преддверии новогодних праздников мы с вами разговариваем о культуре потребления вина. Что же такое вино? Вино это не просто алкогольный напиток, и вино играло очень большую роль в жизни человечества. Как только появился хлеб, сухая, скажем так, пища, его надо было чем-то запивать. И запивали его именно вином. Практически до, наверное, середины XX века была существенная проблема с чистой водой. И вино разбавляли водой, точнее воду вином, для того, чтобы эту самую воду обезвредить. Вино было участником многих религиозных культов, как языческих, так и христианских. И вино, повторюсь, это не просто алкогольный напиток, это эмоции. Вино это тот напиток, который не закусывают, как мы привыкли это делать. Вино это напиток, которым запивают пищу. И вино это не тот алкогольный напиток, который мы употребляем для того, чтобы у нас там зашумело в голове. Нет, сам процесс употребления вина, он дает нам эмоции. Вино раскрывается, вино общается с нами, вино отдает нам свои ароматы. И именно вот этот процесс доставляет наслаждение. Я понимаю, что может кто-то, кто меня сейчас слушает, думает, ну о чем она говорит, о чем раскрывается, о чем описывают эти ароматы. Я их не чувствую. Вы их почувствуете. Просто к вину тоже надо найти подход и научиться с ним общаться. Именно, скажем так, этому будет и посвящено вот это видео. Первое. Как сочетать вино с едой? Есть отдельное видео по некоторым сочетаниям. Здесь я коснусь очень кратко. Напомню, что вино не закусывают, вином запивают еду. И если эти сочетания подобраны правильно, то мы получаем эффект синергии. И пища становится вкуснее, и вино дарит нам свои ароматы. Если вы не можете подобрать какую-то такую гармоничную пару, попробуйте вино просто само по себе. Его можно употреблять и так. Так, следующий момент, который очень важен при употреблении вина, это бокалы. Вино очень любит хорошую и красивую посуду. Если мы будем пить вино вот с таких, ну, простых каких-то стаканов, да, оно будет вкусное. Но в правильных бокалах оно может быть еще вкуснее. Конечно, вы можете на просторах интернета найти огромное количество. На сегодняшний день бокалы созданы под очень многие известные сорта вин. Как определиться, как выбрать? Тоже в прошлом году я снимала отдельное видео по бокалам. Ну, сегодня коснемся кратко. На самом деле, если у вас будет бокал хотя бы вот такой формы, вам этого будет достаточно. Если у вас, мы больше касаемся темы домашних вин, потому что и канал у нас о винограде, да, и о домашнем вине. Они часто домашние вина красные, и вот для них хорош вот такой бокал большого объема. 700-800 мл. Вот это тот бокал, в котором вино раскрывается. Если мы берем бокал вот такого типа, вот этот лучше для более легких вин, вот этот для более тонинов. И причем я вам честно скажу, что когда-то я пила вино вот с таких вот стаканчиков. Да, это было вкусно, но когда у меня появились бокалы, эмоции и ощущения, они абсолютно другие. Все-таки, ну, не просто так придумали эти формы. В бокалах вино действительно раскрывается. Ну, вот это как бы бокал для белых вин, для розовых. Тут объем чуть поменьше, по-моему, в районе 450 мл. Бокал для шампанского. Вариантов очень много всяких. Но, чтобы вам не путаться, то есть, если вы хотите погрузиться в мир вина, как бы мы не берем сразу все-все-все. Мы можем идти постепенно. Поэтому вот бокалы такого типа на первое время вам будет вполне достаточно. Единственное, что есть разные производители. И просто, ну, вот на моем опыте, например, вот этот бокал, он тяжелый, и он из толстого стекла. Да, он хороший, но вот когда стекло толстое, честно, ощущения немножко не те. Ну, кажется, да, что, ну, что там такого? Нет. Вот это, например, вот этот тонкий бокал, его прям вот в руку приятно брать. В нем приятно вот это вино взбалтывать, да, в нем приятно ощущать вот этот аромат. Поэтому смотрите бокалы, чтобы они были тоненькие. Не обязательно брать какие-то супердорогие. И на самом деле сегодня рынок предлагает достаточно бюджетные варианты красивых тонких бокалов. Бывают они, ну, как бы более такой формы, бывают более тут приплюснутой. Дальше температура подачи. Наверняка многие слышали, да, что красная – это комнатная температура. Но на самом деле комнатная температура когда-то, да, когда в средневековые времена смотрели вот температуру подачи вина, температура средневекового замка – это в районе 16-18. То есть это не совсем теплое, а слегка может быть охлажденное. А светлые вина, белые вина, розовые может быть – это более прохладная температура. Это в районе 8-10 градусов. Но, честно вам скажу, то есть у меня различные типы домашних вины – красная, белая, там, оранжевая. Вот иногда белое берешь, когда вот оно совсем охлажденное, ну, вот 8-10 градусов. Пробуешь немножко не то, вот оно чуть-чуть постоит и начинает раскрываться. То есть температуру подачи, да, есть какие-то правила, что красная приблизительно комнатная, белая охлажденная, шампанское игристое. Мы знаем, что оно вкуснее охлажденное. По остальным винам посмотрите, попробуйте, в каком варианте вам будет вкуснее. Следующее. Сколько наливать? Особенно, если у нас, допустим, небольшие бокалы, часто наливаю там половину, больше. Тоже есть рекомендации наливать не больше, чем на треть. Где-то я встречала рекомендации наливать наполовину. Ну, мы представляем, что будет, если я налью половину такого бокала. Вот он в районе 700 миллилитров, то есть 350 миллилитров, но это много. На самом деле, вот, вот, до не выше момента расширения бокала. Вот оптимальный для меня, например, это вот так. При этом, вот, вы налили, понюхайте вино. То есть, все, о чем говорят сомелье, про вот эти запахи, про вкусы, про послевкусие, это все правда. Но надо научиться это чувствовать, это не приходит вот так вот сразу. Поэтому вот вы чуть-чуть наливаете, понюхайте, какие ароматы дает вам вино. И подумайте, у вас ассоциации с каким ароматом, который вы встречали в вашей жизни. Потому что сначала кажется, ну, вот чем-то пахнет, да, а чем конкретно я сказать не могу. Задавайте себе эти вопросы. Потом взболтайте вино. Взболтайте. И еще раз понюхайте, почувствуйте, как меняется аромат. Пробуйте его понемножку. Повторю, что не надо пить, да, и закусывать, пить большими голодками. Нет, пейте маленькими. Научитесь разговаривать с вином, чтобы оно сообщало вам свои ароматы. Оно начнет раскрываться, начнет рассказывать. И смотрите еще, есть, у меня, к сожалению, для съемок нету. Я оставила на даче такая штука, как декантер. Декантеры бывают очень разной ценовой категории. Они бывают очень дорогие. На самом деле есть и очень бюджетные. В прошлом году я покупала декантер такой по типу Юлы, нашего белорусского стеклозавода Нюман. И стоил он в районе 9 белорусских рублей всего лишь. То есть вещь очень бюджетная. И вот красные молодые вина домашние, очень классно, чтобы они прошли декантер. Потому что вот вы налили, поболтали немножко, вино аэрируется и совершенно меняет свой вкус. То есть это не какая-то придумка, дорогая фишка. Нет, это на самом деле так. Ну, если у вас этой вещи нету, вот почему я вам говорила, да, почему я люблю большие бокалы. Потому что в них тоже, если вы нальете немножечко, вот поболтаете, вот вам тоже декантер. Точно так же вино будет аэрироваться и точно так же будет раскрываться. Если вы сразу пробуете вино, и оно вам где-то, может быть, не совсем нравится по вкусу, то ждайте ему чуть-чуть времени, дайте ему постоять. Взболтайте его, может быть, ему надо немножечко подогреться. И тогда оно раскроется в полной мере. И вы почувствуете, насколько оно вкусное и приятное. Что касается различных девайсов в виде аэраторов, чего-то такого, нужны они или не нужны, надо пробовать. Надо пробовать, понимаете, чтобы это нравилось именно вам. То есть, если хотите приобрести какую-то вещь, попробуйте вино без нее, попробуйте с ней и почувствуйте, насколько есть в этом разница, насколько нету. И если мы говорим о красных винах, насколько нужна аэрация или не нужна, молодым винам она нужна. Если у нас вино старое, если оно выдержано, то, конечно, им глубокая аэрация не нужна. И те же декантры там больше используются для того, чтобы отделить осадок, потому что в старых винах он может быть, нежели для аэрации. И, в принципе, декантры для молодых вин, они с широким, но с широкой поверхностью. Когда вино стареет, его наливают в такие максимально узкие декантры. Наши советские графины по форме как раз-таки будут очень близки к таким декантрам. И если вы только начинаете познавать мир вина, то не надо сразу бежать и покупать множество всяких девайсов. Нет, вам достаточно будет всего лишь одного вот такого, скажем так, универсального бокала. А дальше пробуйте, 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 задавайте себе вопросы, на что похоже, как мне вкуснее, при какой температуре, с каким сочетанием еды. И очень скоро, поверьте, вы начнете понимать свои вина. И вы будете им наслаждаться. Сейчас я повторю эту фразу, с которой я начинала это видео. Вино — это не просто алкогольный напиток, это гораздо больше, это эмоции. И я хочу, чтобы оно вам дарило эмоции, только положительные. Но, конечно, помните про меру, потому что даже такой хороший благородный напиток при избытке может создать не совсем приятные ощущения на утро. Поэтому желаю, чтобы у вас были только положительные эмоции, только приятные эмоции. Ну а я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку, еще будет ссылка на каталог наших сортов и награда, мои контакты. И вас с наступающими праздниками. До новых встреч!